2 августа на сайте КФУ опубликовали рейтинговые списки поступающих. О том, кто вошел в эти списки и не только в нашем сюжете. 2 августа на сайте КФУ появились первые списки по приему на бакалавриат специалитет в рамках бюджетного конкурса. Ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик рассказал, сколько заявлений подано от стабальников, абитуриентов, которые прошли без вступительных испытаний. На сегодняшний день у нас уже порядка 264 абитуриентов, которые имеют наивысший балл ЕГЭ, либо несколько баллов ЕГЭ с наивысшим значением. И около 161 человека подали заявление в рамках прохождения конкурса без вступительных испытаний. Но мы ожидаем сейчас обязательно согласия от них, для того, чтобы они смогли зачислиться вот в эту же приоритетную волну. По словам Александра Бибика, наиболее конкретные цифры можно будет назвать 4 августа, когда будут получены все согласия на зачисления в квотные целевые группы до 18.00. Уже 6 августа выйдет первый приказ нулевой волны. В него входят целевики, льготники и те, кто зачисляется без вступительных испытаний. Затем мы принимаем согласие на общий конкурс до 11 августа, и приказ именно в общий конкурс это 17 августа. Сегодня вышел первый приказ о зачислении на контрактную форму обучения для иностранных граждан. Были зачислены 168 человек, 48 абитуриентов в рамках договоренности между странами по линии Министерства образования и науки РФ. Отметим, что это не окончательный срок приема документов. Иностранцы могут подавать документы до 16 августа. Это дополнительный срок. И для них еще пройдет серия внутренних вступительных испытаний. До 15 августа мы принимаем документы, после 15 августа серия вступительных испытаний. Затем мы даем время на подачу согласия и оплату договора. И к 1 сентября они должны приступить к обучению. Если не будет, объявлен дополнительный набор. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс.